Привет, друзья, с вами Кик. Вчера я выпустил видео, где сказал, что 50%, то есть 3 самых больших банка Индии уже сотрудничают с Ripple, но X-Current. И со временем переход на X-Rapid это просто дело времени. Так вот, сегодня уже подтвержденная информация, что Indians Government, то есть Government India, now running XRP, but better not, уже running, запустила Government India и запустила валидатор для XRP. На сегодняшний день уже примерно 78% банковской системы Индии уже присоединены с Ripple. Еще тут одна миссель, но это мои догадки. Ну, если кто-то думает по-другому, пожалуйста, напишите, мне тоже будет интересно узнать об этом. Ну, что я думаю? Я думаю, что почему вся Индия вот так очень быстро присоединилась к Ripple.net. Ну, мы знаем, что компания Ripple имеет очень тесные связи с Банком Англии. Там еще есть Скоттешбанк, но, по сути, это тоже Банк Англии. Я думаю, что так, что я много раз бывал в Индии, я очень много знаю про историю Индии. Сегодняшняя Индия – это заслуга Англии. Когда они были колониальными, то есть все страны, которые были колониальными странами Англии, их банки очень легко будут присоединяться к Ripple. Ну, вот такая миссель у меня. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Индия, Government India уже официально запустила валидатор XRP. То есть все эти банки уже будут переходить на XRapid. Вторая новость, просто суперская, сегодня вышла официально так же. Да. Холдинг SBI, в котором ходят некоторые банки тоже. Это огромный холдинг, который имеет 13% компании Ripple. Так вот, директор компании Yoshitaka Kital сообщил, что в 2019 году, то есть в этом году, уже 20 топ больших банков, банки мира будут использовать XRP. Не XCurrent, а уже конкретно XRP. Так что это просто отличная новость. Вообще, 2019 год будет полон событий, за которыми, даже если вы инвестировали, просто если наблюдать за тем, как все происходит, это уже огромные, огромные знания. А если вы инвестировали со временем, эти знания еще и пригодятся в конкретных инвестициях для управления портфолио. Ну, я сказал, что я инвестировал в XRP еще два года назад. И с моей точки зрения, все шаги, которые предпринимает Ripple, компания Ripple, для достижения своих целей, один за другим достигаются. И это самое главное. И в конце видео, знаете, я создал этот канал не в коммерческих целях. Это канал, где я могу делиться своими мыслями и узнать, как... Или думаете, в чем я прав, в чем, может, я не прав. Тут очень много интересных людей со временем соберется. И я смотрю канал Геннадий М. Я лично не знаком с вами, но я вас очень уважаю, скажу сразу. И мне очень интересно то, что вы делаете. И вообще формат такого канала, что просто бесплатно, такое огромное количество полезной информации, которую на вашем канале, это просто супер. Я много учусь и думаю, очень многие учатся тоже. Так что спасибо, в первую очередь, за все время и работу, которую вы делаете. И у меня есть вопрос. Я бы был очень вам благодарен, если бы вы ответили на эти вопросы. Потому что, как и моя очень маленькая аудитория, в том числе и ваша, довольно большая аудитория, будет интересно ответить на эти вопросы. Касательно вашего видео про Ripple и токены XRP, я посмотрел несколько раз, чтобы все было точно. То есть, не было ничего, чтобы я пропустил или не понял. И вопрос вот такой. Если оставить всю конспиративную теорию, что это глобальный заговор для замены доллара, и погащения всех долгов, и полная слежка, и единая мировая валюта, все это оставим на одной стороне, у меня вопрос вот такой. Если Ripple и XRP такая идея, следует такой идее, что вы думаете насчет биткоина? Я лично скажу свое мнение. Я не думаю, что биткоин это какое-то чудо, технологическое чудо, которое создал самый добрейший человек в мире по имени Сатоши Пау, никнейму Сатоши Накамото. То есть, я не склонен думать так, потому что в финансе ничего случайного не бывает. Все, любой инструмент финансовый создается с какой-то целью. Сзади создателя всегда стоят силы, которым выгоден этот инструмент в том или ином промежутке. Так вот, если из-за Ripple стоят такие люди, почему вы никогда, когда вы говорите про биткоина, никогда не думаете и об этом, что из-за создания биткоина стояли люди, те люди, которым было выгодно создание такого финансового инструмента. Поймите меня правильно, я вас очень уважаю, мне очень интересны ваши ролики, но вот с этим я не могу соглашаться просто, потому что тут есть заговор Ripple XRP, мировая валюта и поглошение всего мира, а тут биткоин чудо-спаситель. Я не могу это понять, понимаете? Весы, они очень неправильны. Если у вас будет время на это и внимание, пожалуйста, я буду очень благодарен, если вы ответите на это видео, на этот вопрос. Спасибо вам огромное, заранее. Даже если у вас не будет время, ну, вы человек занятой.